Музыка Мы на Сапсане едем впервые, поэтому нам все жутко интересно. В нашем городе таких скоростей пока не водится, но я думаю, что и не предвидится. Скорее всего. По расстоянию это где-то от Комсомольска до Владивостока, как ехать от Москвы до Петербурга. И мы преодолеваем это расстояние за сутки, а здесь за три с половиной часа. Здорово! Очень красивый. И самое главное, быстро потерять сутки в таких вот, допустим, путешествиях коротких, как у нас, это довольно было бы печально. Музыка Музыка Ближе к Питеру солнышко появилось. Так классно! Музыка Ну что, культурная столица, рада тебя видеть! Жить мы будем в самом сердце Петербурга, на Невском проспекте. Мы сейчас подумали, что архитектура города очень напоминает нам Владивосток. Ну, конечно, не такие масштабы, но все-таки что-то похожее есть. Музыка Сегодня мы направляемся в Петербург. Сейчас идем в метро. Сегодня, кстати, отличная погода. Ну, в плане того, что вчера было очень холодно, хотя минус восемь. Я заметила, что здесь температура совершенно по-другому ощущается. Допустим, если в Комсомольске-на-Амуре, на Дальнем Востоке, минус восемь – это весна, можно сказать. То здесь, видимо… Ух ты! Видимо из-за влажности. Такое ощущение, что минус двадцать. Кстати, не поверите, это будет первая моя поездка на метро. Вот серьезно, я ни разу не ездила. Это для меня, своего рода, тоже экскурсия. Кстати, мы собирались туда ехать сначала на такси, потому что города мы не знаем. Но решили немножко сэкономить. Сначала поедем на метро, а потом уже на такси. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Итак, мы приехали в место назначения – Петергоф. Погода, конечно, мерзкая, но зато государственный музей-заповедник. Но зато нет мороза, нет холода, это уже приятно, можно гулять. Мы, кстати, сначала приехали совсем не туда, потому что здесь есть определенный адрес. Разводная 2. А мы набирали такси просто Петергоф. Ну, слава богу, что мы добрались с первого шага, что называется. Здесь уже, конечно, все пахнет, не знаю, как это назвать, исторической ценностью, наверное. Начиная даже вот с этих первых домов. Конечно же, если бы мы сюда приехали весной или летом, все было гораздо покрасивее. Но была у нас возможность приехать только сейчас. Поэтому в любом случае наслаждаемся тем, что видим. Да, конечно, повторю еще раз, жаль, что сейчас не лето, не весна. Но, думаю, надеюсь, что будет такая возможность вернуться сюда именно в теплое время года. Посмотреть на всю эту красоту. Но даже в таком замороженном, что ли, виде, все равно вызывает такой, знаете, наверное, трепет какой-то. Побывали мы сейчас на экскурсии в Большом дворце. Ну, можете, да, предположить, сколько эмоций. Просто даже словами не передать. К сожалению, ну, может, и к счастью, не знаю, нельзя там снимать, нельзя фотографировать. Поэтому не получилось так запечатлеть на память. Но я думаю, что в памяти все равно долго останется. Это потрясающее событие, наша поездка в Петергоф. Чему мы очень-очень рады. И хотя, честно говоря, я так устала. У меня аж вот и дождь, аж дыхание сбивается. Ну что, вот реально на ногах очень-очень много. А мы, понятное дело, отвыкли уже от этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая красота кругом. Очень красивая у Питера архитектура, безусловно. Немножко мрачновато все-таки для меня. Ну, возможно, я еще не привыкла. Все-таки вот эта серость, она немного давит. Но во всем остальном, я, конечно, понимаю, что это центр, и что в спальных районах, как и в любых других городах, все обстоит не так красиво, что ли, да? Но все равно, безусловно, Питер потрясающий город. Ну, как, впрочем, и Москва. Что уж тут скрывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня третий день нашего пребывания в Питере. И сегодняшний день у нас отведен под шопинг. Ну, не то чтобы прям такой глобальный. В общем-то, цель нашего приезда в Петербург, конечно, была не шопинг. Но, естественно, когда вы живете в маленьком провинциальном городе и видите такое разнообразие представленных марок и, я не знаю, разнообразных брендов, то, конечно же, отказать себе в шопинге практически нереально. Ну, я, собственно говоря, этого делать сегодня и не буду. Скажу, выбираю для племянницы подарок. В Эчин Дэм выбрала такой вот кошелечек. Миленький, да? Такой в виде рюкзачка. Мне понравилось. Столько скидок, что просто невозможно отказаться от покупок. Конечно, торговые центры и в Москве, и в Питере просто поражают и масштабами, и количеством представленных марок, поражают и радуют. Нам, конечно, до такого далеко даже в Хабаровске с этим. Ну, все зависит, конечно, от уровня жизни, что уж тут говорить. Но, естественно, воздержаться от покупок просто нереально. Проблема только в том, как это все увести. Сейчас мы направляемся в театр. Купили мы билеты на балет. Мариинский театр. Правда, Мариинка 2. Но от этого нам, конечно же, не менее интересно. Это, я так понимаю, новое здание Мариинки. Не знаю точно, когда оно было построено. Но это уже такое современное здание. Конечно, мне хотелось бы побывать в Мариинском театре. Но, к сожалению, билетов мы не смогли ни в Большой, ни в Мариинский купить. И не заказать. Все раскуплено до, по-моему, марта месяца. Но настроение нам это, конечно же, не испортит. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Сегодня последний день нашего пребывания в Питере и мы решили его посвятить прогулкам по городу. Можно сказать, практически целый день уже провели на улице. Мы гуляем по приложению. Город не знаем, но зато и с интернетом всегда поможет. Любуемся архитектурой. Заходим в разнообразные маленькие уютные кафешки. Отлично проводим время. Завтра домой. Я не могу сказать, что я сильно расстроена, потому что все-таки скучаю по близким. Но все равно это прекрасное завершение. Как громко. Надеюсь, вы меня слышите. Тут рядом дорога. Прекрасное завершение наших каникул в Москве и в Питере. Я, конечно, не перестаю восхищаться архитектурой города. Какие красивые дома, какие красивые постройки, какие прекрасные тротуары. Продолжение следует... Гуляли мы тут по вечернему Петербургу и решили поехать на экскурсию. Это Нахимовское училище и напротив крейсера «Аврора». Питер, конечно, потрясающе красивый. Просто потрясающе красивый. Мы сейчас проехали довольно много по центру города, по историческому центру. И, ну, просто полный восторг. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Очень соскучилась, честно говоря, по близким, соскучилась по дому, хотя уехала всего на 10 дней, но все равно. Сама себе желаю хорошего полета, легкой посадки, чтобы все было отлично. Мы с вами увидимся в следующем видео. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале. Субтитры делал DimaTorzok